Спасибо, что вы смотрите видео подразделения защиты семян компании Сингента. Меня зовут Уорд Клеверс. Я занимаюсь глобальным бизнес-планированием в подразделении защиты семян компании Сингента. Со мной мои коллеги Бриджит Слотс, технический эксперт по защите семян, и Ганс Гельмут Петерсон, менеджер по работе с клиентами в Германии, Австрии и Швейцарии. Мы представляем новый стандарт фунгицидной обработки семян для российского рынка сахарной свеклы, препарат Vibrance Extra. Перед тем, как мы углубимся в технические аспекты, позвольте представить первого спикера. Бриджит. Спасибо, Уорд. Меня зовут Бриджит Слотс. Я технический эксперт подразделения защиты семян в регионе ИАМИ. Я работаю в Сингенте уже 13 лет, и все это время занимаюсь проблемами защиты семян. Поэтому я отвечаю за все технические аспекты нашей продуктовой линейки фунгицидов, инсектицидов и нематицидов. Я рада представить наши препараты для защиты семян сахарной свеклы. Отлично. Большое спасибо, Бриджит. К нам присоединяется второй спикер, Ганс Гельмут. Ганс Гельмут, пожалуйста, коротко расскажите о себе. Конечно. Спасибо за предоставленную возможность рассказать о Vibrance Extra. Меня зовут Ганс Гельмут. Я работаю в компании более 30 лет. Начинал как техник-полевод, потом стал техническим консультантом, занимался маркетингом фунгицидов. И вот уже более 15 лет слежу за обработкой семян в нашей компании. В основном сахарной свеклы. Я тесно сотрудничаю с производителями сахара и НИИ сахарной промышленности в Германии. В последние 2-3 года одной из моих задач было внедрение новых продуктов. Отлично. Благодарю вас, Ганс Гельмут. Перед обсуждением технических аспектов продукции, давайте рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются производители сахарной свеклы в Европе и в особенности в России. Бриджит, думаю, вам есть что рассказать по этому поводу. Конечно. Спасибо, Ворд. Основная цель нашего подразделения – это обеспечение защиты всходов сахарной свеклы от сезонных вредителей и патогенов, которые могут вызвать различные болезни в процессе роста. К основным болезням увядания и полегания всходов относится ризоктаниоз. Это очень опасный для сахарной свеклы патоген в почве. Он часто встречается в плотных песчаных почвах или при посадке свеклы после кукурузы. Другое распространенное заболевание сахарной свеклы – фомоз. Также известны как черная ножка и корневая гниль. Как правило, передается с семенами, и заражение происходит на стадии размножения. Другая болезнь – пятиозная корневая гниль. Часто встречается при высеве свеклы после овощей и кукурузы. Афономицетная корневая гниль возникает при интенсивном чередовании свеклы с другими культурами. И, наконец, фузариозная корневая гниль, которая часто возникает во влажных почвах в холодную погоду. Она замедляет развитие растений и поражает растительные остатки. Как видите, существует много болезней увядания и полигания всходов, которые влияют на развитие корнеплода и надземной части на раннем этапе. Наши решения по обработке семян созданы для обеспечения наилучшего развития всходов. Другая быстро распространяющаяся болезнь, часто встречающаяся сейчас в России, – это макрофаминофазиалина или угольная гниль. Мы не рассматриваем угольную гниль как болезнь, поражающую растения на раннем этапе развития. Хотя возбудитель находится в почве, и семена могут быть поражены, как правило, заражение происходит на более поздней стадии развития растения, когда становится сухо и жарко. Примерно в июле-августе болезнь становится наиболее вредоносной. Возбудитель этой болезни находится в почве, поэтому обработка семян может облегчить борьбу с ним. Рассмотрим средства защиты семян из нашего ассортимента и их действия против полевых возбудителей болезней. К примеру, нам известно, что флудиоксанил обладает большой эффективностью при борьбе с заболеванием, которое доказано лабораторными исследованиями. Это один из компонентов нашего нового препарата Vibrance Extra. Однако его эффективность в полевых условиях еще предстоит исследовать, потому что, как я говорила, болезнь возникает на очень позднем этапе развития. Я уже говорила о болезнях увядания и полегания всходов, возникающих на раннем этапе. Еще одним вредителем, который может сильно повредить надземную часть растений, является проволочник. Проволочники становятся все более серьезной проблемой в России. Последние четыре года наши российские сотрудники вместе с другими институтами создают карты, на которых отражается сильное воздействие проволочников на урожайность сахарной свеклы. Эти карты демонстрируют степень заражения, ареалы присутствия и распространенность проволочников по всей России. И сегодня я могу представить вам не только наше комплексное предложение по борьбе с болезнями, но и комплексное предложение по борьбе с этими насекомыми-вредителями. Большое спасибо, Бриджит. Теперь, когда мы больше узнали о разных болезнях и проблемах, с которыми сталкиваются фермеры при выращивании свеклы, как в Европе, так и в России, Бриджит, расскажите нам, пожалуйста, подробнее о препарате Vibrance Extra. Из чего состоит продукт, как он проявил себя при проведении испытаний? Конечно, Варт. В составе продукта Vibrance Extra три действующих вещества, которые вместе обеспечивают всесторонний контроль заболеваний. В состав Vibrance Extra входит седоксан, созданный по новейшей технологии SDHI. Он весьма эффективен в борьбе с ризоктониозом и фомозом. Его молекула разработана и адаптирована для обработки семян, чтобы обеспечить длительное, сильное и подтвержденное воздействие на два основных заболевания — ризоктониоз и фомоз сахарной свеклы. Мы дополнили нашу новую технологию SDHI флудиоксанилом. Флудиоксанил — это базовый фунгицид в составе всех наших препаратов для обработки семян. Флудиоксанил крайне эффективен против фузариозной корневой гнили. Также он полезен при борьбе с фомозом сахарной свеклы. И, наконец, последний компонент — металлоксил-М. Это очень сильный фунгицид для защиты от оомицетов, а также он прекрасно справляется с пятиозной корневой гнилью. Вместе эти три действующих вещества успешно борются со всеми основными болезнями увядания и полегания всходов сахарной свеклы. Пожалуй, препарат не может справиться только с афаномицетной корневой гнилью. Поэтому Vibrance Extra следует применять в сочетании с тачигареном, который содержит действующее вещество — гимиксозол. Чтобы составить полное представление о контроле заболеваний сахарной свеклы, я расскажу об эффективности Vibrance Extra против целого спектра болезней увядания и полегания всходов. Посмотрите на эффективность Vibrance Extra против фомоза, который, как правило, передается с семенами, но также может инфицировать растения через почву. Обратите внимание на цветные полосы. Темно-зеленые показывают количество здоровых растений. Красные показывают очаги наибольшего заражения. Красным обозначены зоны с заражением более 66% растений. Очевидно, что применение Vibrance Extra способствовало значительному увеличению абсолютно здоровых растений. Зараженных растений, наоборот, очень мало, гораздо меньше, чем при инокуляции или применении стандарта террама, который эффективен против оомицетов и не действует против фомозных грибов. Так что Vibrance Extra действительно помогает бороться с фомозом, передающимся через семена или почву. Далее рассмотрим невероятную эффективность Vibrance Extra в борьбе с пятиозной гнилью. Было проведено много полевых опытов, и здесь показана средняя эффективность препарата на примере надземной части. Пятиозная гниль настолько губительна для растений, что под угрозой оказывается их укоренение. В этом испытании в качестве стандарта применялся тачигарен. Тачигарен эффективно борется с афаномицетной корневой гнилью и с некоторыми видами пятиозной гнили, но не справляется с пятиум ультимум. В этом случае металлоксил М – компонент Vibrance Extra, просто незаменим. Эффективность очень высокая. 90% по сравнению с показателем контроля до инокуляции. Также это видно по количеству здоровых растений. Здесь виден значительный уровень заражения, поэтому количество растений при инокуляции очень низкое. Чтобы убедиться в непревзойденной эффективности против пятиозной гнили, посмотрите фрагмент испытаний в Ризотроне. В самой левой колонке показаны результаты применения тачигарена вместе с Крузером и Форсом. При заражении пятиозной гнилью сходы не появились. С добавлением терама, фунгицида против оомицетов, ситуация изменилась к лучшему, но металлоксил М в составе Vibrance Extra обеспечил непревзойденную эффективность и оптимальное количество здоровых растений под воздействием этой опасной болезни. И, наконец, Vibrance Extra невероятно успешно борется с резоктонией Солани. Благодаря технологии SDHI, седоксан присутствует в этом препарате тройного действия. Седоксан — это очень мощный фунгицид для борьбы с этим заболеванием. На экране вы видите результаты испытаний седоксана в составе Vibrance Extra в полевых условиях на восприимчивом и невосприимчивом к резоктониозу сорте при искусственном заражении резоктонией Солани. На снимках показано пагубное воздействие резоктониоза на урожайность корнеплодов. Таким образом, налицо симптомы увядания и полегания всходов, и на полях есть проплешины. Они прекрасно закрылись благодаря обработке семян Vibrance Extra. По общему приросту урожайности корнеплодов в тоннах на гектар достигнуто значительное увеличение благодаря непревзойденной эффективности Vibrance Extra против этой болезни, как на восприимчивом, так и на невосприимчивом сорте. Препарат следует добавлять для повышения урожайности, гарантированного укоренения всходов при опасности заражения на поле резоктониозом, которое чаще происходит при неоднородной популяции вредителя. Мой коллега Ганс Гельмут чуть позже расскажет об этом. На этом слайде показана высокая эффективность Vibrance Extra с седоксаном против резоктониоза. Как и раньше, для досье биологической оценки были проведены полевые опыты с применением Vibrance Extra, терама в качестве стандарта инокуляции и контроля до инокуляции. Очевидно, что с применением Vibrance Extra количество здоровых растений значительно увеличивается по сравнению с инокуляцией. Также по сравнению с терамом Vibrance Extra продемонстрировал высокую эффективность против резоктониоза. Слева изображены резотроны. Эти испытания проводились при заражении семян резоктониозом. Слева показан результат обработки восприимчивого сорта точегареном и терамом. В центре – результат подобной обработки невосприимчивого сорта. Справа – невосприимчивый к резоктониозу сорт, обработанный точегареном и Vibrance Extra. Посмотрите, какое прочное укоренение обеспечил Vibrance Extra. Также технология SDHI прекрасно стимулирует рост корневой системы не только при воздействии заболеваний, но и при абиотическом стрессе. Благодарю вас, Бриджит. Эффективность Vibrance Extra особенно хорошо проявляется в борьбе с болезнями. Но каково действие Vibrance Extra при абиотическом стрессе, например, при переменчивых погодных условиях? Ворд. На самом деле, когда фермеры выращивают свеклу, они часто сталкиваются с переменами погоды. Чтобы продемонстрировать эффективность Vibrance Extra при абиотическом стрессе, например, при наступлении холодов, совместно с французским институтом Биотрансфер мы провели вегетационные опыты в различных условиях холодового стресса. Мы выбрали три уровня стрессовых условий. Первый – без стрессовых воздействий. Второй – растения были выращены на стадии BBC-H до появления двух листьев при температуре 20 градусов днем и 15 градусов ночью. На этапе появления двух листьев в горшках их выставляли на холод при температуре минус 2 на 48 часов. Потом растения ставили обратно в теплицу и держали при 20 градусах днем и 15 градусах ночью. Также мы использовали третий уровень стресса. Растения, выращенные до появления двух листьев, помещали в камеру охлаждения и оставляли там на 48 часов при температуре минус 2. Затем возвращали и выдерживали в течение 72 часов при температуре 10 градусов днем и 5 градусов ночью. Через 72 часа снова помещали в камеру охлаждения при температуре минус 4, на этот раз на 48 часов, и затем переносили в теплицу и выращивали при оптимальных условиях. Так проводились испытания всходов в условиях холодового стресса. Второй уровень испытаний предусматривает меньше стресс, а третий уровень – сильный стресс. Результаты подтверждают, что применение Vibrance Extra, а мы сравнивали результаты с обычной обработкой Терам плюс Тачагарен, приводит к увеличению сырого веса всходов на 6% при умеренном холоде и на целых 10% в условиях сильного холодового стресса. Преимущество применения Vibrance Extra можно оценить по сырому весу основного корня при оптимальных условиях выращивания. Но при умеренном и сильном холодовом стрессе Vibrance Extra также способствует увеличению веса основного корня. То же самое происходит с сырым весом общей корневой системы. При сильном холодовом стрессе мы получаем 52% прироста, при этом растения находятся в настолько тяжелых условиях, что им трудно укорениться. Позвольте показать вам, на что похожи выкопанные корни растений после 8 недель сильного холодового стресса. Слева на рисунке всходы нашей сахарной свеклы, обработанные Тирамом и Тачагареном. Справа растения, обработанные Vibrance Extra. На фото сверху показаны корни растений, выращенных при оптимальных условиях, а на фото снизу показана корневая система, подвергнутая воздействию сильного холодового стресса. Итак, двойной стресс при минус 2 и минус 5 градусах или при минус 4 градусах Цельсия в течение 48 часов. На фото четко видно, что при применении Vibrance Extra при оптимальных условиях выращивания происходит улучшение развития корневой системы, а в условиях воздействия холодового стресса Vibrance Extra способствует укреплению корневой системы. Препарат действительно полезен для корневой системы. В данном случае без биотического стресса, но при сильном холодовом стрессе. Хороший продукт не только помогает в борьбе с биотическим стрессом, но и повышает устойчивость растений к абиотическому стрессу. И все это благодаря технологии SDHI – Седоксану. Бриджит, большое спасибо за ваш анализ. Думаю, пора обратиться к нашему второму спикеру – Гансу Гельмуту Петерсону. Ганс Гельмут, вы непосредственно участвовали во внедрении этого продукта в Германии, Австрии и Швейцарии. Не могли бы вы поделиться своим опытом работы с этим продуктом и объяснить, почему он считается одним из лучших в Западной Европе? Да, Уорд, конечно. Я бы хотел прокомментировать слайды, которые дают ответы на ряд практических вопросов. При проведении испытаний на селективность и качество прошлогодних семян вместе с Институтом сахарной свёклы, мы сравнивали действия Vibrance Extra на семена, обработанные и не обработанные по технологии прайминга. Мы проверяли селективность при оптимальных условиях выращивания в полях и на специально подготовленных участках, а также проводили испытания на прошлогодних семенах. То есть наблюдали, как прошлогодние семена прорастают и всходят в следующем году. Мы проверили практически все ситуации, которые могут возникнуть на ферме и влиять на урожай. Проверили селективность при обработке семян. Для семян это очень важно. Кроме того, мы провели несколько испытаний вместе с коллегами из подразделения защиты семян, чтобы выявить особые признаки или генетические факторы, которые эффективны в борьбе с ризоктониозом на этапе, когда обработка семян Vibrance Extra может помочь купировать начальную стадию ризоктониоза. После этого мы отправились на ферму, чтобы продемонстрировать реальные преимущества Vibrance Extra и объяснить плюсы применения препарата фермера. Чтобы проиллюстрировать важные аспекты этих испытаний, я хочу показать вам эти слайды, на которых можно сравнить эффективность Vibrance Extra на опытных делянках. Обычно полевые испытания проводятся на опытных участках, которые выбираются случайным образом. Условия испытаний на некоторых участках повторяют, чтобы оценить эффективность препарата на каждом участке и получить статистическую оценку данных. Но, как правило, эти испытания проводят на лучшем участке поля, где не возникает проблем при получении всходов сахарной свеклы. Однако по этому участку нельзя судить об опасности заражения и трудностях, с которыми можно столкнуться, когда свеклой засеяно все поле. Вот другие опытные участки. Это могут быть песчаники, участки около дренажных канав, тенистые зоны, участки рядом с лесом или садовые участки. В таких местах может быть уплотненная почва. Так что в полях много участков, где условия для проращивания растений не идеальны. Именно на таких участках проводят обработку семян, чтобы стимулировать укоренение и проращивание растений. Для нас основной задачей обработки семян является улучшение урожайности корнеплодов. Как мы говорили раньше, при сборе урожая учитывается каждое растение. Поэтому мы создали опытные участки, на которых удобно проводить оценку развития растений, а также делать научный анализ. По урожайности можно собрать достаточно точную статистику с небольшого участка. Но для отражения реальной эффективности обработки семян в поле, нужно проводить испытания на больших площадях. Лучше всего это делать в хозяйстве. Мы проводили испытания на обычных полях, без искусственных стрессовых условий. Просто чтобы показать эффективность обработки растений на полях при тяжелых условиях, мы сравнивали делянки между собой, обработанные и необработанные посевы, а также сравнивали действия Vibrance Extra и обычных фунгицидов. Мы производили подсчет растений, чтобы понять, как система будет работать на практике. На этой карте показаны различные места проведения испытаний в Германии и в Австрии. Мы проводили испытания в основных регионах выращивания сахарной свеклы. В общей сложности 14 испытаний. Мы сравнивали эффективность стандарта Тачи Гарен с другими стандартами, среди которых сначала был Тирам, а затем Vibrance Extra. Все они обеспечивают защиту от вредителей. Также мы испытывали Cruiser и Force 45 плюс 6. На следующем слайде показаны результаты при проведении различных подсчетов, как правило, на участке длиной 5 метров. Можно провести сравнение в нескольких произвольно выбранных местах на поле и сосчитать количество растений на 5 метрах через какое-то время или на разных этапах развития свеклы. Результаты в сравнении с обычным гемексозолом показали увеличение количества растений на 5%, то есть Vibrance Extra способствуют увеличению густоты стояния растений. Также по этим цифрам не видно, но растения лучше развивались в сравнении с делянками, где не применяли препарат. На следующем слайде представлено сравнение с применением стандарта Тирам. Здесь представлены результаты, полученные нами с 7 опытных участков. Мы сравнили действия Vibrance Extra в сравнении со стандартом гемексозол плюс Тирам. В шести случаях из семи мы получили гораздо большее количество или лучшее развитие растений на полях, обработанных Vibrance Extra. Итак, в целом, при обработке посевов на незараженных полях у фермера в конце дня остается больше живых растений, а это залог хорошего урожая в будущем. Этот аргумент убедил немецких фермеров применять Vibrance Extra, за исключением, конечно, органических хозяйств, которые составляют всего 5%. Остальные хозяйства обрабатывают Vibrance Extra. На следующем слайде дан ответ на очень важный вопрос о сохранности семян. Vibrance Extra гарантирует схожесть даже после длительного хранения. Мы провели несколько экспериментов, их результаты показаны слева, и провели количественный подсчет растений. По столбикам можно заметить, что в сравнении с обычной обработкой разница несущественна. Мы проводили тесты с несколькими институтами во всех странах, чтобы наши надежные партнеры подтвердили полученные результаты. Они же делали для нас лабораторные тесты и предоставили официальные данные для подтверждения сохранности семян. Итак, Vibrance Extra — это долгожданный фунгицид, специально разработанный для обработки сахарной свеклы. Он защищает от широкого спектра болезней, способствует более здоровому развитию растений, обеспечивает прекрасную урожайность и качество культур. Мое личное мнение, препарат Vibrance Extra обеспечивает защиту каждого растения на поле, а для обеспечения урожайности при любых стрессовых условиях важно сберечь каждый побег. Ганс Гельмут, спасибо за чёткое представление эффективности Vibrance Extra. Давайте вернёмся к первым кадрам нашего видео. Мы увидели, что проволочники становятся серьёзной напастью и для российских фермеров. Что рекомендует подразделение защиты семян компании Сингента, чтобы справиться с этой проблемой, Бриджит? Мы однозначно рекомендуем применять Cruiser Force вместе с Vibrance Extra, потому что с помощью Cruiser Force можно эффективно бороться с вредителями на раннем этапе развития сахарной свеклы. Cruiser Force сочетает две абсолютно разные технологии воздействия. Одна из них — теаметоксам, системный инсектицид широкого спектра. Это мощное средство не только против вредителей в почве, оно хорошо растворяется в воде и отличается системным воздействием. Оно прекрасно борется с наземными сосущими вредителями и обеспечивает защиту в течение длительного времени. Так что это, безусловно, ваш надежный союзник для борьбы с вредителями широкого спектра. Затем мы соединили теаметоксам с действующим веществом цифлутрином и получили перитроидный инсектицид, имеющий совершенно иные свойства. Он отличается высоким уровнем волатильности. Когда вы сажаете семена в почву, препарат оказывает не только системное действие стимуляции роста, присущее теаметоксаму, но также создает защиту вокруг семени с помощью тефлутрина, молекулы которого чрезвычайно активны в борьбе с проволочниками и атомарией. Препарат моментально обеспечивает защиту от проволочников. Потом эта защита поддерживается теаметоксамом. Таким образом, вы получаете двойную гарантию того, что проволочники не смогут напасть на посевы вашей сахарной свеклы, потому что, как ранее заметил Ганс Гельмут, нам важна судьба каждого растения. Мы должны добиться того, чтобы каждое семя превратилось в растение. Одним из основных вредителей является проволочник, который встречается в полях с повышенным содержанием органических веществ в почве. Ключевым моментом является то, что исторически при севообороте культур в полях на них используются участки с травой или какими-нибудь покровными культурами, которые создают идеальные условия для кладки яиц взрослых жуков в почве и начала развития личинок. Позже эти личинки нападают на такие растения, как сахарная свекла, и вызывают гибель урожая. Посмотрите, что происходит при этом испытании. Во время контроля обнаружилось, что большинство растений исчезло, без шансов зайти. С другой стороны, у вас есть надежная защита, состоящая из двух продуктов. В этом препарате мы соединили тефлутрин с неоником и круизер-форс. Конечно, его нужно использовать, ведь он сочетает два типа воздействия. Один из них эффективен во влажной среде. Тефлутрин применяется в более сухих условиях, поэтому при любой погоде у вас есть комплексная защита от этого опасного вредителя. Отдел защиты семян компании Сингента занимается разработкой инновационных решений для удовлетворения потребностей фермеров на начальном этапе развития растений. Внедрение препарата Vibrance Extra — это прорыв в борьбе с болезнями сахарной свеклы, плюс защита от абиотического стресса. Все благодаря новой технологии SDHI — Седоксано. В сочетании с нашей линейкой инсектицидов Cruiser Force для наилучшей защиты от вредителей на раннем этапе, препарат избавляет фермеров от дополнительных хлопот и помогает реализовать весь генетический потенциал урожайности растений.